Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня поговорим об одном диагнозе, как артериальная гипертония. Это заболевание является самым опасным и самым коварным, так как последствия высокого скачка давления могут быть такие, как инфаркт миокарда, и еще тяжелее это инсульт. Поэтому хотелось бы поговорить об самом опасном периоде времени суток, когда же происходят тяжелые последствия от артериальной гипертонии, и не только. Дело все в том, что регулярный прием лекарственных средств, которые назначили врачи, лечащие врачи, не всегда гарантируют безопасность. То есть нет гарантии в том, что во время сна не будет инфаркта или инсульта. Мною проведены некоторые исследования и анализ причины, почему же все-таки во время сна, когда организм успокаивается, у нас замедляется сердцебиение, снижается температура тела и дыхание. Немного снижается артериальное давление, когда мы находимся в состоянии покоя. И вдруг выясняется, большая часть случаев инфарктов и инсультов фиксирована во время сна. Состояние, когда мы находимся в глубоком сне и видим, так скажем, плохой тяжелый сон, кошмарный сон. Многим известно то, что после такого кошмарного сна мы как бы в холодном поту, тяжелым таким сердцебиением, как будто вот-вот сердце может выскочить из груди, вот так мы просыпались. Вот представьте себе, что у больного артериальной гипертензией подскочило давление на его, то есть в бодрствующем состоянии у него есть возможность принять таблетку, то есть сделать те процедуры, которые снижают скачок давления. А вот такое состояние во время сна, оно самое коварное и самое опасное. Почему? Потому что находясь в состоянии глубокого сна, человек не контролирует и не может точно так же успокоиться, дышаться. Он полностью погружен в тот тяжелый сон, тот кошмарный сон. И в этот момент он остается сам собой, то есть организм и болезнь, как артериальная гипертония. Очень важно, чтобы понимали в последствии стрессов возможные вот эти сновидения. И стрессы, они могут накапливаться и создавать информационный очаг в памяти. И этот очаг стрессов накопленных, у кого-то он больше, у другого меньше информации, меньше количества этих стрессов. И вот из этого можно сделать вывод, что прием лекарственных средств происходит, то есть уменьшается объем плазмы, объем крови, тем самым давление снижается. И второе – это расширение кровеносных сосудов. То есть объем крови уменьшается и расширяются кровеносные сосуды. При этом эти лекарственные средства, они никак не сбавляют больного от тех стрессов, которые находятся у него в памяти, которые являются основной причиной такого заболевания. Помимо приема лекарств, я бы порекомендовал проходить профилактику нервной системы. Ну, я сказал профилактику нервной системы. Почему? Потому что, когда мы говорим психопрофилактику, некоторые воспринимают остро и принимают этот термин, как будто оно касается психиатра. Нет, конечно, это такой же терапевт, то есть терапевт нервной системы, психотерапевт. Психотерапия, она в народе постоянно присутствует, когда вы общаетесь с друзьями, с родственниками и участвуете в приятной беседе. Это своего рода семейная психотерапия, бытовая психотерапия. Таким образом, мы частично избавляемся от стрессов, но есть такие состояния посттравматические, то есть травмы, которые получены от стрессов. Там должен участвовать профилактика вашей нервной системы. Специалист, который глубоко понимает, как это все делается. В последнее время у нас почему-то два диагноза, как гипертония или артериальная гипертензия и сахарный диабет. Они как бы сроднились. Многие болеи, которые долго болеют, они еще приобретают такую болезнь, как сахарный диабет. Где же логика? Логика в том, что у нас эндокринная система, так как у нас и поджелудочная железа, относятся к эндокринной системе. Эндокринная система, она подвержена стрессам. У нас поджелудочная железа вырабатывает два гормона и остальные это ферменты. Она как бы разделена на три части. Одна большая часть вырабатывает пищеварительные ферменты, они попадают прямо на пищевод. И два гормона, это инсулин и глюкогон, попадают в кровь. А для чего же нужен гормон глюкогон? Так как у нас эндокринная система относится к вегетативной нервной системе, и там присутствуют два раздела. Это отделы, это симпатический отдел и парасимпатический отдел. Это как весы. Они два отдела. Один отдел повышает уровень содержания или выработки того или иного гормона. А другое дело, он понижает. Вот таким образом эти весы всегда работают. Естественно, все органы, которые в данном случае поджелудочная железа, которые относятся к вегетативной системе, органы, он напрямую имеет отношение к центральной нервной системе. И стрессы у нас накапливаются и сохраняются, скажем, в памяти, в подкорке, в подсознании, если вы так хотите, выполнять свои вредоносные функции. И очага этих стрессов, они продолжают выполнять свою вредоносную функцию. Если это находится в нейронах или в группе нейронных рядом, ответственный участок коры головного мозга или подкорки, ответственный за функцию поджелудочной железы. Тем самым, вот этот стресс, очаг этих стрессов, они отрицательно влияют на поджелудочную железу через соседнюю зону. Два абсолютно разных заболевания, и вдруг они оказались сопутствующими в одном организме у одного больного. Вот что значит, означает и имеет значение стрессы. Стрессы, они как коррупции на сердце, от ран, душевных ран, от переживаний. Вот так мы говорим в народе, но они фиксируются и запоминаются в нашей памяти. Память, естественно, находится у нас в нашей центральной нервной системе. Еще хотелось бы поговорить еще об одном диагнозе, который у нас особенно на Кавказе стесняются развучивать и находится под строгим запретом. Из-за того, что эта болезнь, она как бы может опозорить молодого человека. Есть такой диагноз, как инурез ночной. Процессы развития ребенка из-за того, что не работает сигнальная молекула, так называемая, это от мочевого пузыря. От центральной нервной системы идет сигнал. Через сигнальную молекулу, это позывы по необходимости освободить от жидкости мочевого пузыря. Вот этот сигнал не доходит. Ребенок, хуже всего, если это старший, юношеский возраст. Это целая трагедия. Это трагедия семьи, это трагедия. Причина вот именно это заболевание. И пресса об этом не говорит. Эту проблему должны и можем эту проблему решать. Я выявил три причины у этого диагноза. Первый, об этом известно, об этом пишут. Это неработающая сигнальная молекула. Второй, дезориентация сигнальной дуги. Тоже можете просчитать, что это такое. Будет понятно. И третье, самое сложное для современной медицины, это аномалия мочевого пузыря. То есть мочевого пузыря, он не соответствует возрасту больного. Если он размером меньше, чем необходимо, чтобы там свободно накапливалась жидкость во время сна. И чтобы не было чрезмерного переполнения или там такого внутреннего давления. Вот, возможно, вы подумаете, что надо заменить донорским мочевым пузыром. Нет, есть такая методика. Если кому это интересно, кто нуждается, я расскажу об этом. Но можно без проблем постепенно растянуть мочевой пузырь. Без каких-то оперативных вмешательств, то есть не вмешиваясь с хирургическим путем. Я бы назвал, определил бы возраст от 8 лет и до 40. Можно инкогнито, как говорится. Я своих пациентов не фиксирую данные, я не называю их имена. Даже они сами могут представиться под псевдонимом, без адресов. Чтобы они были спокойны о том, что никто не узнает о таком диагнозе. Уважаемые друзья, у нас появилась такая возможность продолжать консультировать и контролировать процесс выздоровления по WhatsApp, по телефону, по видеосвязи, по аудиосвязи. Причем я провожу консультацию в одном лице. Дело все в том, что я изучал многие направления в медицине, поэтому вы можете называть свои симптомы. Я постараюсь поставить свой диагноз, а потом можно будет его подтвердить лабораторно, скажем так, сдадите анализ. Еще одна проблема психологическая – это тяжелые психологические последствия после операции. Я думаю, нужно проводить перед оперативным лечением, перед операциями пациента, подготовить психологически. То есть подготовить его психологически – это не означает его уговорить. Есть глубокие методики. И после операции, после наркоза есть такая необходимость после операционной психологической реабилитации, после операции. Тот, кто прошел через такое лечение, после наркоза, он знает, о чем я говорю, какие страдания, какие переживания они испытывают. След остается, есть необходимость реабилитировать, психологически реабилитировать тех, кто прошел такое сложное лечение. Назову, какие же болезни из сложных поддаются лечению без лекарств. По каким заболеваниям мной более изучены и разработаны. Это аллергия, артериальная гипертония, бронхиальная астма, головные эмбули, пейнурез ночной. Ну, можно еще и неврозы. Неврозы бывают разные. Я отношусь к бессоннице. И туда, возможно, симптомы депрессии можно туда отнести. Вот такие основные заболевания, которыми мы можем серьезно бороться и вылечивать. То, что я сейчас заявил, я не отношусь к тому, что нужно отказываться от лекарств. Нет, это все проводится параллельно. И лекарственные препараты заменяются со временем на лекарственные травы, травяные сборы, и восстанавливается механизм саморегуляции организма человека. Таким образом можно не заниматься постоянным лечением, а именно вылечивать. Но при этом есть безобидный такой метод, я называю его тест-проба, тест-проба, который тест на определение возможностей скрытых, заложенных в человеке, в больном возможностей, и их можно назвать еще сверхвозможностей. Вот мы выявляем эти скрытые сверхвозможности организма человека, и эти возможности, эти скрытые возможности, они участвуют в оздоровлении самого больного. Способствуем самому организму, помогаем организму больного, чтобы он сам себя излечивал и вылечивал. Как известно, лекарственные средства, которых достаточно, нужно принимать постоянно. При некоторых болезнях мы сегодня имеем возможность, постепенно снижая дозу, снижая количество приемов, переходя в обратном процессе от, скажем, сильнодействующих препаратов, лекарств, переходить на слабые, постепенно уходить от зависимости. Ничего быстро здесь не получится, тут нужно время и терпение, поэтому многим, конечно, удобно как-то эту упаковку проглотить и запить водичком. Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, недооцененным является ягода шиповника своих целебных и совершенно уникальных возможностей. Дело все в том, что кроме содержания витамина С, который разжижает кровь, способствует лечению простудных заболеваний, и помимо этого в самом шиповнике скрытые внутри многие сотни иглы кремниевые. Эти кремниевые иглы, они, проходя через кишечник, проводят как бы изнутри иглу рефлексотерапию, то есть стимулируют работу кишечника и самое важное, на мой взгляд, приводит в тонус расслабленную часть кишечника. Я имею в виду профилактика и лечение болезни прямой кишки. Многие дальнобойщики знают и страдают этой проблемой, и люди, которые заняты сидячим трудом. Поэтому обратите на это внимание, что в шиповнике внутри есть иглы, которые совершенно уникально и гениально проводят сами иглу рефлексотерапию, так назовем, всего кишечника. Будут вопросы, я затронул эту тему, если будут вопросы, мы будем в дальнейшем... Я не беру тяжелые уже, для тех, кто нуждается в оперативном лечении, но для профилактики и для начальной стадии проблем с прямой кишечником, совершенно гениально, уникально это шиповник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!